Более тщательно проходим все проблемные зоны, это обычно Т-зона, но у нас у Людмилы еще и шея. И заметьте, что обязательно наношу на зону бровей, потому что там тоже часто у нас бывают комедоны. Даже запечатываем кончик носа. Проходим близко к росту волос, потому что у нас тоже в этой зоне часто бывает высыпание. Область вокруг бровей мы обязательно, потому что здесь часто тоже у нас образуются комедоны, потом воспалительные элементы. Аккуратно со всех сторон подготавливаю ее к выходу, чтобы менее травматично было, менее болезненно. Параллельно иголку не втыкаю, параллельно, аккуратно. Моя задача только поддеть верхний слой тканей. Вот сейчас мы пытались и вручную удалить комедон, но он уже не поддается эвакуации, скажем так. Цвет у него, конечно, не очень. Натуральный продукт темного цвета. Здравствуйте, меня зовут Елена Румынская. Специально для канала Pro Beauty KZ мы покажем авторскую механическую чистку лица петлей. Вначале я пациента укладываю, естественно, на кушетку, и мы будем приступать к процессу умывания. Для этого я буду использовать очищающий гель от бренда Космара 3 в 1. Наш сегодняшний клиент Людмила. Людмиле 39 лет. У нее жирная кожа, склонная к высыпаниям, а именно к комедонам. Как раз механическая чистка петлей очень хорошо подходит к ее запросу на очищение от комедонов. Также у нее есть постакне, рубцовые изменения, где очень часто забиваются именно в этих местах у нее поры. Там, где у нее были глубокие высыпания. И такие пациенты требуют особого тщательного ухода у косметолога. Я рекомендую посещение такой чистки раз в месяц. Если мы будем оставлять эти сальные пробки на лице у пациента больше 2-3 месяцев, то у них появится на этом месте воспалительный элемент высыпания, который опять приводит к рубцам. Поэтому для профилактики именно рубцов, болезненных высыпаний рекомендуется проводить именно эту механическую чистку. Гель у нас не сильно мылится, так как он бессульфатный, деликатный очень. И его задача именно мягко отшелушить содержимое пор, очистить от макияжа, от крема, если он был до этого нанесен. Его задача именно снять верхний слой загрязнений. Сейчас мы поменяем воду, потому что следующим этапом у нас будет маска для отшелушивания глубоких уже слоев кожи. Маска Дезинкрустант от бренда Эстадерм очень хорошо нам подготовит кожу к чистке, глубоко проникнет в поры, чтобы подготовить именно сальные пробочки к мягкому, деликатному очищению. Волшебная маска наш Центр Косметологии Бьюти Фейс не может обойтись ни в одной процедуре без этой маски. Это наш золотой фонд. Мы очень любим и часто используем в процедурах. Сейчас она будет проникать, и мы не увидим даже наличие маски на лице в процессе. Более тщательно проходим все проблемные зоны. Это обычно Т-зона, но у нас у Людмилы еще и шея. Также у пациентов часто имеется забивание пор в зоне бровей. Мы не исключаем эту часть, и тоже очень тщательно прорабатываем. Подходя близко к волосистой части головы, потому что здесь тоже у нас самые проблемные зоны, и часто жалуются на наличие воспалительных элементов в этой зоне. Все, маска почти впиталась. Мы оставляем ее на 1-2 минуты, чтобы она очень-очень глубоко проникла в поры, тем самым размягчила содержимое пор. 2 минуты прошло, теперь мы приступаем к смыванию маски. Этап очищения у нас окончен. Сейчас мы переходим к этапу разрыхления и подготовки кожи к очищению и к механической чистке. Для этого буду использовать гель Дезинкрустант от бренда Гельтек. Так как у нас сейчас этапы очищения, я должна работать исключительно без перчаток, для того, чтобы понимать, где проблемная зона у Людмилы, знать, где я дальше буду очищать. То есть я должна пальпировать. Только после того, как мы приступим к механической чистке, мы надеваем перчатки. Достаточно толстым слоем наносим гель, чтобы очень хорошо подготовил, чтобы Людмиле было неболезненно, чтобы кожа была максимально разрыхленной. Пальцами я без перчаток проверяю, везде ли есть гель. Это тоже важно, не пропустить ни одного участка. И заметьте, что обязательно наношу на зону бровей, потому что там тоже часто у нас бывают комедоны, расширенные поры и высыпания. Для усиления эффекта распаривания, для того, чтобы это распаривание максимально долго продержалось на процедуре, я использую дополнительно пищевую пленку. Также мы используем процесс вапоризации. Пищевую пленку я буду наносить отдельными зонами, для того, чтобы мне было удобно возвращаться в те или иные участки, чтобы не вся пленка была задействована в процессе. Потому что процедуру я буду проводить маленькими участками, а остальные будут находиться в зоне вапоризации. Поэтому мы будем использоваться в запаризации. Этот процесс может gotten втроинку, я даже не Jap anteце. Так что я з zrobiла меня, и это не агерقона до рук. Это ш menyсорен income. Расширенные мелочи. Клеймер. С aimed Dip. даже запечатываем кончик носа сейчас мы людмилу оставим на 10-15 минут для того чтобы максимально получить эффект распаривания под процессом папоризации достаточно время прошло для того чтобы подготовилась лицо теперь я приступаю к чистке для этого я буду использовать специальный инструмент мы называем его петля косметологическая используя также спонжи обработанный хлоргексидином в процессе теперь я буду приоткрывать часть лица и буду проходить тщательно вычищая каждую упорку мы проходим деликатно аккуратно каждую упорку вычищая содержимое также проходим близко к росту волос что у нас тоже в этой зоне часто бывает высыпание связано с тем что у нас образуются комедоны в голове называется это сиборея кожи головы часто встречается у тех у кого жирная кожа я работаю довольно таки быстро потому что у меня этот навык уже отработан десятками часов профессиональной деятельности поэтому я работаю очень быстро сейчас вот мы как раз добрались до сальной пробочки я аккуратно со всех сторон подготавливаю ее к выходу чтобы менее травматично было менее болезненно вот он смотрите какая хорошая жирненькая аккуратненько дренируем вот он сейчас скоро у нас все откопали если бы это мы не смогли убрать во время чистки либо косметолог прошел именно эту зону такой элемент он обязательно бы вызвал ей воспаление довольно таки объемное вот и рубцевание естественно именно чтобы хорошо почистить мелкие поры нам нужна и вапоризация и холодное гидрирование то есть использование дезинкрустанта геля сверху пленки я называю это двойное гидрирование сам процесс зону ушей мы тоже тщательно проходим довольно таки безопасно использовать вапоризатор потому что современные вапоризаторы они устанавливаются на определенном расстоянии также у них есть возможность регулировки подачи пара наша основная задача создать влажную среду не сильно распарить как в бане а создать именно влажную среду на тканях вот мы переходим к шеи здесь у нас комедоны и мы будем сейчас именно с ними работать я зачищаю участок где сейчас до конца проверка да тут лимфоузлы будешь сглатывать все очень важно пройтись все максимально вычистить область вокруг бровей мы обязательно потому что здесь часто тоже у нас образуется комедия помидоны потом воспалительные элементы но это требует профессионализма потом очень мягко деликатно проходим все участки также близко глазам здесь у нас тоже часто пациенты жалуются что у них мелкие поры забиты за ныне берите вот но вам и и рельеф, мы сразу ощущаем как порожек, как лежачий полицейский, тем самым мы не пропускаем ни одного комедона, ни одной сальной пробочки. Не пропускаем ни одного сантиметра кожи, ни одного миллиметра. Тщательно, тщательно, шаг за шагом путешествуем по лицу неотрывно, спускаясь все ниже и ниже. Хорошо очищается у нас, когда мы достаточно подготовили, идет хорошее очищение. Зону бровей мы тоже не пропускаем, но мягко-деликатно, тоже опыт специалиста, проводящего процедуру, аккуратненько. Здесь у нее эта сторона чище, у Людмилы тут и как раз таки больше всего и рубцов, то есть это зона, где у нее постоянно что-то происходит. Я натягиваю ткань, чтобы мне было проще упереться. Сейчас носик очень деликатно работаем, потому что здесь у нас признаки купероза, чувствительность высокая, поэтому мы почти не надавливаем. У Людмилы нет особых проблем с порами на носу. Вот они проходят. Да, почти чистенько. В этой зоне мы натяжку ткани делаем, чтобы нам было легче опираться и эффективнее. Людмила нормально? Да, это самая чувствительная зона. Тут, конечно, с пациентом надо быть на связи. Людмила, больно? Нет. Что, может быть, уже воспаляться? Тогда с ним аккуратно мы спрашиваем, болезнен или не болезнен. Так, он не выходит инструментом. В этом случае я использую уже потом руками. Это будет позже. Сейчас вот сюда перехожу. Не носилуем ткани. Уже на сухую. Руками буду удалять его. Вот он полез. Вот полез. Такие, да. Это вот в рубцовых тканях у нас частенько такие элементы находятся. Вот у нас два рядом сидящих красавца. Просили пожарнее? Пожалуйста. Угу. Угу. Ну все. Основной этап чистки лица мы закончили. Я обрабатываю кожу хлоргексидином. И мы переходим к сухой чистке. Параллельно. Иголку не втыкаю. Параллельно, аккуратно. Моя задача только поддеть верхний слой тканей. Угу. 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 Еще у него бандальня. Так, мы еще один оставили на сухую чистку, потому что с помощью инструмента нам было сложно убрать. Он довольно-таки у нее глубокий. Угу. Вот сейчас мы пытались и вручную удалить комедон, но он уже не поддается эвакуации, скажем так. Это вот как раз та история, про которую я говорила. Если мы не будем вовремя удалять вот эти сальные пробки, комедоны, то начнется уже воспалительный процесс. И вот сейчас сальная фолликула в воспалительном процессе. И я уже предвещаю, что здесь будет, грубо говоря, в ближайшее будущее. Но это единственная зона, единственное место, где я прогнозирую. Все остальное будет чисто после процедуры. Процесс механической чистки петли у нас сейчас окончен. Теперь мы переходим к следующему этапу. Это лосьон для сужения пор. Для этого я буду использовать лосьон лимфа. Сужение пор и снятие покраснений. Наношу я его руками обильно, потому что я люблю его использовать в качестве сыворотки в достаточном количестве. Тогда он хорошо работает, успокаивает кожу, сужает поры. До этого мы использовали, если вы помните, спонс хлоргексидина. Все уже давно обработано. Сейчас лосьон с сывороткой. Оставляем на 2-3 минуты, чтобы кожа дала обратную связь, впитала то, что мы на нее нанесли. Следующий этап я буду использовать гель прополис. Он является противовоспалительным. Очень хорошо после чистки. Идеально. Особенно подходит тем, у кого воспалительные элементы бывают после бритья. Шикарный препарат. Всем рекомендую, у кого есть такие проблемы. Цвет у него, конечно, не очень. Натуральный продукт. Выглядит темного цвета, с успокаивающим мятным запахом. Наносим равномерно на кожу. Не наносим на зону глаз. Далее буду использовать маску DM для проблемной кожи. от бренда ON MACABIM, который очень хорошо успокаивает, сужает поры. И профилактика высыпаний, воспалительных процессов, воспалительных реакций после механической чистки. Также я наношу руками. Равномерно. Это тоже является моим авторским методом. Максимальный контакт с кожей пациента. Запахи очень вкусные. Да, Людмила? Основной экстракт бессмертника это то, что лечит в линейке DM от бренда ON MACABIM. Производство Израиль. Также рекомендую у кого? Проблемная кожа себе в домашний уход. Эту маску и гель прополис. Равномерно обходим зону вокруг глаз, наносим на 10-15 минут. Маску оставляем на 10-15 минут. После этого мы ее смываем тщательно теплой водичкой. И используем крем для проблемной кожи от Ангиофарм. Процедура окончена. Рекомендую проводить ее 1 раз в месяц. С вами была Елена Румынская. Основатель центра косметологии Beauty Face. Подписывайтесь на канал про Beauty Key Z. Оставляйте свои комментарии. Всем пока!